Господа, добрый вечер. В эфире программа «Будущее где-то рядом». У микрофона Александр Никлис, а гость у меня сегодня в студии Пётр Георгиевич Дровицкий, философ и заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом». Добрый вечер, Пётр. Добрый вечер. И беседа наша сегодня будет посвящена, ну, в общем, я бы сказал, довольно интересной теме «Кто делает будущее?». Такая масонская постановка «Кто же делает будущее в нашем мире?». И, главное, наверное, наш разговор будет всё-таки о России. К этому разговору можете присоединиться вы, господа радиослушатели, если позвоните нам по телефону 6510996, повторю ещё раз, 6510996, код города 495, код страны плюс 7. А также воспользуйтесь, вы можете воспользоваться услугами нашего сайта радиостанция финам.фм. ФМ – это Федерация Микронезии, вот такой вот странный домен. Пётр, ну вот я, когда думал, о чём мы будем говорить, я подумал, что будущее – это, в отличие от прошлого, пространство сплошного сослагательного наклонения. То есть будущее неопределённо. Будущее имеет самые разные аспекты. Ну, если так вот упростить ситуацию негативной и позитивной. Разговорным сегодня хотелось бы мне, поколь скоро делает кто-то будущее, строит будущее, мне хотелось бы построить его в таком, ну, как бы позитивном залоге. И вот здесь выскакивает слово, которое подвергается критике, но, тем не менее, остаётся в нашем сознании – это прогресс. Прогресс, развитие, может быть, более такое российское прочтение этого слова. И на сегодняшний день наиболее актуальная формулировка для этого развития – модернизация слова, которое сплошь и рядом употребляется. Вот как вы видите перспективы конструктивного развития России, развития, ну вот, скажем, в русле модернизации? Нравится вам это слово? Нравится вам этот подход? Как вы его расцениваете? Ну, прежде всего, давайте помнить, что модернизация по понятию – это догоняющее развитие. Это всегда развитие, в котором кто-то уже проделал достаточно существенную часть работы, вырастил или создал на себе образец, который мы по каким-то причинам принимаем в качестве нормы и хотим ему следовать. Но мы даже знаем этого кого-то. Это западная Европа, западноевропейская цивилизация. Но вот если мы на секунду хотя бы сомневаемся в том, что во всех областях нашей жизни и деятельности можно однозначно выделить позитивный образец, которому можно следовать, то в этом случае понятие модернизации уже не становится таким всеобъемлющим. И мы точно должны для себя понимать, что есть другие типы развития. Есть развитие прорывное. Есть развитие, которое само призвано создавать будущее как отличное от настоящего и от прошлого, в том числе и чужого. Поэтому совершенно понятно, что наша история, история и России, и многих европейских стран, она демонстрирует как успешные, так и неуспешные варианты догоняющего развития. Ну, я бы сказал и усеченные варианты, потому что тоже слово модернизация, оно, по-моему, было поднято на счет и сформулировано как категория специфического развития в период деколонизации, когда было отчленено, я бы сказал так, культурное содержание, в широком смысле культурное, социокультурное содержание темы, вот чисто техническое, но в том смысле, как мы в быту употребляем слово модернизация. И вот это технологическое и техническое направление поставлено, ну вот, во главу угла, и таким образом была попытка превратить доколониальные деколонизируемые страны в страны, сначала они стали третьего мира, причем с амбициозной программой, потому что понятие третьего мира как третьего сословия мыслилось. Ну вот на практике у кого-то да, у кого-то нет, у кого-то эта амбициозная программа состоялась, скажем, в пространстве Тихоокеанского бассейна, а у кого-то, ну так, ближе к Африке, не очень. Ну, совершенно понятно, что у такой модели развития есть свои несомненные плюсы, потому что есть шанс или обещание пройти тот путь, который прошли другие гораздо быстрее, опираясь на их опыт, на их образцы, и добиться иногда даже более впечатляющих результатов, потому что мы хорошо понимаем, что если в квартире или там в городской инфраструктуре мы что-то меняем, ставим самый современный банкомат, то он, конечно, работает лучше, чем те, которые поставили 20 лет назад, хотя является их копией и более продвинутой версией. Ну вот смотрите, Петр, я как раз соглашусь с вашим предыдущим заявлением по поводу необходимости культурного наполнения и даже своего культурного наполнения, потому что когда мы берем успешный опыт модернизации, скажем, Япония, наиболее яркий пример до того, как ярким примером стал Китай, а ведь там было... А Япония перестала быть. В какой-то степени, в какой-то степени, но тем не менее она создала себя, и она продолжает существовать, и тем не менее продолжает двигаться и создавать очень оригинальные свои аспекты в этом процессе развития, не скажу, модернизации. Так вот, именно ее успех был во многом связан с тем, что она, с одной стороны, взяла действительно банкоматы и прочую проферналию техническую, а с другой стороны, приложила к этому, и, может быть, не просто приложила, как прилагательное, где-то это в существе существовало и продолжает существовать, культурное наполнение, свое культурное наполнение, и сохранение культурного своеобразия, технологическая мускулатура действительно создает тех самых гигантов в современном мире, которые определяют его новую географию, географию развития и, видимо, географию той новой эпохи, в которую вступает человечество. Я с вами совершенно согласен, что удачные модернизации всегда характеризовались и характеризуются тем, что удается совместить вот эту технологическую инфраструктурную компоненту развития с культурным фундаментом. И наоборот, если не удается совместить, если культура вырывается за рамки того лекала, который привносит... Или, наоборот, усекается этим лекалом, отсекается. Здесь возможны самые разные варианты. Я думаю, что те специалисты, которые из внешней позиции занимаются исследованием модернизации, они могут привести очень много случаев предельно хороших... Это вариант рассечения. Да, до предельно катастрофических. За пределами. До предельно катастрофических. Вот там, где не удается добиться такой синергии между культурными кодами и культурным фундаментом, характерным для данной страны или данного региона, и уже освоенными кем-то техническими, организационными решениями, там модернизация может привести и к очень тяжелым последствиям. А, кстати, вы хорошо затронули пример с Японией, но я бы вот рискнул сказать, что по мере того, как сегодня уходит послевоенное поколение, то есть те японцы, которые привнесли в современные экономические решения, в современную корпоративную политику, тот глубинный корпоративизм, который был свойственен японскому обществу до Второй мировой войны, еще раньше, на рубеже XX века, вот это поколение уходит, и вместе с ней мы видим, как потихоньку мотивация молодых японцев принципиально меняется, они уже не хотят работать всю жизнь на одном предприятии, они не хотят работать по 20 часов в день, и буквально сквозь пальцы начинает просачиваться та экономическая энергия, которая еще 15 или 20 лет назад демонстрировала очень хороший результат, и мы ссылались на японский опыт. Сегодня мы видим затянувшуюся и пока не имеющую решение депрессию. Знаете, Петр, я размышлял над японской ситуацией, и мне кажется, что в настоящий момент это своего рода антракт, антракт между двумя действиями, и связан он с фундаментальным процессом, который протекает в мире. Это переход от доминирования материального производства к доминированию, ну, что сейчас на экономическом языке называется нематериальные активы. Ведь у японцев именно здесь оказывается какой-то колоссальный потенциал. Во всяком случае, та продукция, та образность, которую они продуцируют, ну, возьмем самый распространенный пример аниме, не в том смысле, что в аниме именно инноватика содержится, хотя, да, содержится, но вот тот совершенно оригинальный взгляд на мир, мне кажется, он приведет к определенному второму действию в японском сюжете, потому что они способны производить, а что ценится в современном мире? Уникальные продукты. Так вот они способны, оказывается, произвести потенциально какие-то громадные, совершенно оригинальные нематериальные активы в мире. Но в связи с этим у меня будет к вам еще один вопрос. Вот посмотрите, мы выходим на проблему соединения внутреннего культурного наполнения с технологическим, техническим развитием современной цивилизации. Собственно, в каком-то смысле и это есть постсовременная цивилизация. Огромная роль нематериальных активов, совершенно по-новому, аранжирование политики, культуры, экономики и то технологическое могущество. Потому что постиндустриальное — это не отвержение технологий, не отвержение материального, а какое-то совершенно новое сочетание. К чему я веду и какой вопрос я вам хочу задать? Кто в России занимается этой сферой производства образов будущего? Не просто образов, может быть, а содержательных образов будущего? Есть такие у нас институты? Вы знаете, конечно, хочется ответить на этот вопрос положительно. Вы очень точно задаете вопрос в самую сердцевину темы, которую мы обсуждаем, потому что, с моей точки зрения, будущее, конечно, есть продукт работы воображения и мышления. Будущее, как отличное от настоящего и от прошлого, должно быть, ну, если хотите, выдумано. Оно должно сначала возникнуть через определенный образ, который, конечно же, формируется у очень небольшой группы людей. Когда-то мы сказали бы, наверное, у интеллигенции. Сегодня мы говорим о том, что эти образы будущего производят, например, такие организации, как мозговые центры или фабрики мысли. в том числе, это могут быть и инженерные сообщества, которые, позитивно усваивая фундаментальные исследования, придумывают образ той среды, в том числе технической среды, в которой мы с вами будем жить через несколько лет или десятков лет. Поэтому, конечно, в широком смысле можно сказать, что будущее есть работа мышления, интеллекта и воображения и тех социальных групп, которые освоили определенные технологии работы. А есть перспектива ситуализации всей этой работы? Потому что, мне кажется, что в современной России все-таки продолжает доминировать, а местами даже усиливается, какой-то такой, знаете, мне, наверное, правильно сказать, экономический, но вот мне хочется вывернуть это слово, экономистический подход, не в смысле мистики, а просто вот какое-то такое педалирование экономических аспектов, технических, технологических, которые отсекают вот то, о чем вы говорите, о чем перед этим мы рассуждали, именно социокультурное содержание, как, ну, своего рода прилагательное, которое по-своему, конечно, важно, но недооценка того, что это является центральным направлением. Ну, вы знаете, я всегда говорю о том, что если человек принимает какие-то инвестиционные решения, он в этом выборе, он всегда должен что-то признать более реальным, чем другое, потому что если мы понимаем, что будущего еще нет, что оно будет создано сначала нашим мышлением, а потом нашими действиями, и в том числе действиями достаточно массового человека, массового потребителя, например, то человек должен поверить в то, что то, что ему предлагают, пока в виде гипотезы о том, что будет завтра, может состояться, что это реально, что это более реально, чем его сегодняшняя жизнь, чем его сегодняшний выбор, чем его сегодняшние потребления и потребности. И мне кажется, вот здесь лежит какая-то удивительная способность человеческого сознания, потому что человек одной из немногих существ на Земле может быть единственная, для которого то, чего нет, может быть более реально, чем то, что есть.